Всем привет! Смотрите, где я нахожусь. Заехала сегодня в так называемый Антик Мол, недалеко от Орланды. Это такой огромный антикварный рынок, где разные антиквары могут снимать часть помещения, и они продают всевозможные антиквариаты и винтажные изделия с различных флоридских распродаж домов и аукционов. Обычно такие продавцы, вендоры, они скупают большими лотами, а потом перепродают на таких крытых антикварных рынках в розницу. И очень интересно, посмотрите, это женский и мужской туалет, и на них какие красивые дамы. Вот какая-то картина и джентльмены. Посмотрите, какие симпатичные. Это вход в туалет. Видите, я оказалась в закутке, где входы в туалет. Не знаю, почему я отсюда начала, но меня привлекли вот эти симпатичные такие вывески. Так, и где мы находимся? Посмотрите, сколько всего. Я обожаю гулять по таким вот молам. Здесь можно рыться бесконечно. Вот посмотрите, какая интересная тайская картина в деревянной раме. Стоит 34 доллара. Видите, какие танцовщицы. Очень красивая резная рама. Здесь вот какой-то закуток, он какой-то азиатский. Видите, очень много, опять же, картины из Индонезии или Таиланда. Ну, все смешано, намешано. И антикварные, и просто винтажные вещи и картинки. Вот тут вот, посмотрите, какая рамка интересная. Вот эти, ну не крючочки, а вот такие штучки, на которые вешать. Они тоже очень красивые, резные. Лошадка. Это Бадвайзер пиво рекламирует. А это что-то уж какая-то странная картинка. Какие-то такие коллажики в рамочке. А вот какой интересный крест. Стоит 12 долларов. Смотрите, какая-то такая девушка. Такой какой-то... Даже похож на восточноевропейский. Так, а здесь и оказалось отдел огромный. Отдел весь напиханный под завязку всевозможными куклами. Вот здесь, например, смотрите, куколки в различных костюмах национальных народов мира. Тут тебе и испаночки, и мексиканцы. Моншутик. Все возможные костюмы. Мексика, Мексика. Некоторые интересные стоят копейки. 5 долларов, 3 доллара, 10 долларов. Посмотрите, какое невероятное количество кукол. И все продаются, ну, просто за бесценок. Некоторые куклы подороже, некоторые коллекционные. Ну, посмотрите, 12 долларов, 10, 5. 50 процентов скидка сейчас на все куклы. Посмотрите, какое количество. В коробках. Какие хочешь, на любой вкус. И мишки. Ну, не только куклы, а всякие эти. И мишки там, и игрушки. Ну, куклы в основном. Азиаточка. Вот симпатичная какая. Посмотрите, какая хорошая куколка. С уточкой. Чего только нет. Чего только нет. Вот видите, люди куклы. А это какая смешная. Это какая-то самодельно сшитая. Смотрите, какая. Огромные у нее длинные ноги. Видите, ее сажают на шкаф. И она вот так вот, свесив ножки, сидит, задрав нос. Так, а здесь, боже, опять очень много кукол в национальных костюмах. Или представляющих какие-то сказочные персонажи. Ведь все английские, британские, солдатики. Барби, сноу-вайт, белоснежка Барби. Барби шотландская, в шотландском платье. Боже мой, чего только нет. Американ Айдол. Видите, Барби. Парижская Барби. В парижском, с пуделем. 24 доллара, говорящие. Это Нэнси уже. Вот симпатичные куколки от мадам Александр. Боже, боже, раньше все это было коллекционное. Народ тратил деньги, думал коллекцию. Думал, что они в цене возрастут. А это вот, смотрите, какая куколка. Она похожа на жену брата Марко. Может быть, купить копия. Опять же, мексиканские. 50% по 2 доллара. Боже, за бесценок, за бесценок. Можно куклами просто в куклах накупить. И в них зарыться, как в горе кукол. Вот так. Но особенно таких ценных коллекционных я здесь не вижу. Ну, такие средние коллекционные куклы или просто винтажные. Тоже раньше собирали. Очень было популярно. А сейчас как-то все продается. А вот смотрите, вазы какие интересные. Это Мурану вазы в стиле Пикассо. Довольно дорогие они. 165-145 долларов. 135. Видите, Мурану Пикассо. Так, что у нас тут еще? Очень много всяких этих ниг-някс, фигурочек, фигуринок, фигюринцы. Маленьких фигурок. Всевозможные. Боже мой, боже мой. Сколько народ всякой собирает мелочи, которые потом оказываются в таких вот антикварных молок и магазинах. И продается за бесценок. Но, тем не менее, очень интересно посмотреть. Сейчас, мне кажется, вообще как-то не очень популярно вот эти вот все маленькие вот эти фигурочки собирать. Это все уже бабушки. Вот они уже уходят с того старого поколения. И вот это все оказывается почти никому не нужно в таких магазинах. Вот, кстати, интересная куколка. Мне нравится в этом магазине, ведь они ставят куколку какую-нибудь такую винтажную или антикварную, а рядом русские матрешки. 95 долларов. Ничего себе набор матрешек. Russian Nesting Dolls. Ну вот, симпатичные. Хорошие матрешки, кстати. 95 долларов. Но я не поняла, эти тоже на 50% скидка или нет. Ну вот, уже пошли эскимосы. Как сказать, индейцы. Интересно. Ну, интересно посмотреть. Вот какая-то картина с не очень симпатичным ребенком. Так, еще, еще. Куклы, куклы, куклы. О, это кто у нас? Мушкетер. Рамис или Атос? Атос, я так думаю. Смотрите, как сделан. Интересно. Вот это, кстати, вот авторская куколка. Видите? Фронтейжа. Мушкетер. Стоит всего 18 долларов. Видите, называется Artist Doll. То есть, это кукла в единственном экземпляре. Чего только нет. И платья свадебные, старинные. Здесь закуток с посудой, что я очень люблю. Смотрите, всевозможные молочники. Здесь очень красивые. О, как я люблю эти блюда. Смотрите, баварские, немецкие, старинные блюда. Очень красивые. Как serving plate. Вот еще очень красивые. И вот. Вот очень красивые тоже, как это, супницы. или для Жаркова. Вот. Очень красивые тоже блюда. Мне нравится. 28 долларов. Фигурки. Девочка поет, наверное, а мальчик играет. Она ему подпевает. Так, а здесь всевозможные чайнички. Всевозможных периодов. Цены варьируются. Но вот этот вот 20 долларов. Вот симпатичный. Посмотрите, это вот mid-century. Наверное, 50-60-е годы. А есть и 19-го века, и есть более ранний, более поздний, европейский, азиатский. Но любой вкус, если кто-то собирает чайники, вот очень симпатичный. Мне нравится, как с бамбуковой. Вот 18 долларов такой чайничек. Всевозможные периоды. Кто что хочет, кто собирает. Или просто на подарок крашу. Или себе тоже. Так, что у нас еще здесь есть? Очень много посуды в этом магазине. Просто глаза разбегаются. И причем очень много красивой посуды. Вы посмотрите, какое блюдо с розами. Ну, просто чудо. Нежность, изящество. Вот, очень мне нравится. Красивый наборчик. Чайный. В смысле чайничек, молочничек, сахарница. Очень элегантный, красивый наборчик. Сервиз, сервиз. Так. Ой, какая же красота. Обожаю рыться в таких магазинах. Посмотрите, какое блюдо с птичками. И чашечка под него. Огромное количество старинных чашек. Чайных. Посмотрите, какие все расписные. Такие цвета нежные. Тончайший фарфор. И английский, и немецкий, и японский. Очень красивая. Просто прелесть. Я какое-то время собирала. У меня несколько есть. Вот такая, например, у меня есть. А это старинная фотография. Судя по всему, начало прошлого века, где-то 1920-е годы. Судя по платью невесты. И тут же тебе и египетские фараоны. Так, а это что? А вот кимоно. Кимоно симпатичное. Кимоно симпатичное. Можно носить, как халатик. Чистый хлопок. В общем, даже в современное время можно носить такую кимоно. Домашнее. А здесь у нас маски африканские. Смотрите, я не увлекаюсь и особенно не интересуюсь и не разбираюсь в них. Но вот это, видите, как она украшена и ракушками, и бусинками. Но многие, вот я смотрю, здесь в Америке увлекаются этими масками, собирают. Ой, какое-то чудовище морское. Так, а здесь браслетик. Винтажная бижутерия, что тоже очень интересная. Винтажная бижутерия сейчас пользуется спросом, популярностью. Посмотрите, из жемчужинок, из ракушек. Ну, эти самые браслетики. Вот, очень красивые. Мне нравится подвесный, ну, как сказать, кулончик. И этот тоже неплохой. Интересный, очень интересная бижутерия. Очень красивая. Под Боха стиль подходит. Я люблю Боха. Да, симпатичный вот этот вот кулончик. Мне нравится. Мне подойдет под некоторые мои аутфиты. Вообще, я смотрю вот в этом магазине очень много интересной винтажной бижутерии, всевозможных периодов. И такие более грубые, и более изящные, очень симпатичные. Вот, итальянская, это мозаика, красивая брошь. Много интересного. Нужно мне сюда прийти и более так основательно покопаться. Сегодня у меня нет времени. У меня сегодня такой ознакомительный тур по этому магазину. Вот, посмотрите, какая интересная. Симпатичная. Лампа начала прошлого века. Настольная. А это что? А это, смотрите, яичко куазуны. Симпатичная, красивая, с бабочками. Очень милая. Их ставят на такие маленькие подставочки, они красиво смотрятся. Вот, тоже интересно. Много-много, действительно, всего такого интересненького. И еще. Боже мой, боже, сколько монтажной бижутерии здесь. Очень красиво. Вот этот вот, очень интересный. Часы всевозможные. А это, смотрите, какая картинка, 29 долларов, рикша. И еще. И цены такие демократичные. Там 20 долларов, 19 долларов, 15. В общем-то, такие цены доступные, я бы сказала. Вот, смотрите, какой кулончик интересный. Вот, древо жизни. Я хотела себе кулончик купить в древо жизни. 19 долларов. Симпатичные. Вот мне такие кулончики нравятся. Ну, в общем, есть из чего выбрать, я бы сказала. А это маленькие статуэтки, две. Все равно до биржерак. В разных видах. Видите, с носиком. Стерлинг. Это серебряные. Так, и опять пошла посуда. Посудные наборы. Очень красиво. Посмотрите, какой набор. Довольно дорого. Каждое, как бы сказать, блюдо оценено отдельно. Неплохие здесь тоже картины. Есть неплохие акварельки. Так, а здесь вот это вот мне тоже всегда очень нравится смотреть. Старинные наборы. Такие для, как сказать, щетки для волос, зеркальца. Тоже симпатичные. А это мне понравилось. Это шелк. Это очень хороший тонкий шелк. И расписано, видите, гейши. Это японский шарф. Очень хорошего качества. Ручная роспись. 1940-е года. Посмотрите, какой красивый купить, что ли. Правда, куда? Может быть, в рамку его вместо картины сделать. Так, а здесь также очень много. Большой выбор статуэток Льядро. Льядро – это испанская мануфактура фарфоровая. И они делают вот такие вот коллекционные статуэтки. Видите, американский космонавт. Чего только нет. Их вот сейчас любят коллекционировать. Это не совсем такая старинная компания. Лет 60 назад, 60 с лишним лет назад, они организовались. Но они пользуются спросом. И у них есть как limited edition, это ограниченный тираж, статуэтки. То есть они коллекционные. Цена варьируется, но они не дешевые. Ну, есть несколько сотен долларов статуэтки. Есть такие скульптурные группы, которые стоят. Вот они могут и, смотря в зависимости от тиража, они могут и несколько тысяч долларов стоить. Ну, вот здесь вот отдельные статуэтки. Очень симпатичные. Так, а это вот здесь Капо-де-Монти. Такие вазы с цветами, фарфоровые тоже. Красивая голубая вазочка, клоуссуные. Здесь, как обычно, здесь очень много в Америке, в магазинах. Вот это вот фентон, депрессионное стекло всевозможных цветов. Эти фентон. Очень было модно собирать лет сто назад. Вот. Ну, во времена после депрессии, во времена депрессии, видите, в сороковые, пятидесятые, даже в шестидесятые. Вот они пользовались спросом, их собирали. Сейчас как-то уже все это не очень популярно. Есть отдельные экземпляры, которые популярны. Но так, в принципе, они не очень дорого продаются. И вот здесь пошли статуэтки симпатичные. Здесь и дрезденский фарфур. Очень красивые, ажурные. Так, посмотрите, какое блюдо красивое. Девяносто девять долларов. А здесь пошел хрусталь и стекло. Какие красивые бокалы. Девяносто долларов. Набор из восьми бокалов. Это польский хрусталь. А вот эти вазы. Это производитель Монт Жой. Очень красивые вазы. Какие шикарные. С хризантемами. И стоит девятьсот пятьдесят одна ваза. То есть две вазы. Это тысяча девятьсот долларов в сумасоте. Ну и так же здесь мурановое стекло. Или муранское. Из муранов. Горки. Вот опять вазочка Мурана. Луточка симпатичная. Очень симпатичная вазочка тоже. Вот посмотрите какая картина с аппликацией гейша. А внутри нее маленькие аппликации маленькие гейши. Так что у нас дальше. Опять большое количество винтажной бижутерии. Это уже современные. Такие как бы вазочки. Но тоже интересные. Какая шикарная мебель для спальни. Это итальянский набор спальный. Антикварный. Посмотрите какая резьба. Какое дерево. Боже мой. Очень красивый. 75 тысяч. Такой набор стоит. 75 тысяч долларов. Вот еще здесь есть такие тумбочки. Тоже в этом комплекте. В этом гарнитуре. Какая резьба красивая. Красота. А это лампы. Лампы мозаичные. В стиле Тиффани. Вот смотрите всевозможных периодов. Вот это например. 1970-х годов. Какие красивые. Очень дорогие. Ух ты какой гарнитур. И эта лампа очень интересная. Тоже видите она двойная. В нее входит просто лампа и ночник. То есть можно выключить ночник будет лампы или просто лампы. Или лампа с ночником. Симпатично. Вот еще 1990-е со стрекозой. Тоже в стиле Тиффани лампа. Очень красивая. Какая красота. Но они дорогие. 895 долларов. Вот это вот. Вот это очень красивая. Такие лампы обалденные. Вот это вот постарше. 1900-е. А вот это какая нежная, да? Красивый цвет. Такими как бы ромашками, не ромашками. Очень красивая. А это с улитками. И у них не только вот эта мозаика красивая. Вот сам абажур. Ну и вот эти вот, на чем они стоят, да? Подставки для ламп. Они тоже очень... Вот эта основа, они тоже очень красивые. Бронзовые, витые. Очень красивые. Вот это вот, как лук. Очень красивые. Прямо глаза разбегаются. А это какая с павлинами. Боже мой, какая красота. И еще. И еще. Вот это тоже стрекозиная. Голубая. Она нельзя... Ее нельзя включить. Ну, посмотрите, какая. Могу себе представить, когда она... Горит, какая она красивая. А это какая. Это тоже постарше будет. 1900 и 1910-й приблизительно, период. О, какие красивые. 495 долларов. 1925 год. Очень красивые. Арт-маву лампы. Ой. Прям даже не знаю, что мне больше нравится. Прям не это, и это, и это нравится. Очень красивые. А вот эти две лампы. Ой, какой абажур. Очень красивые. 4700. Пожалуйста. Столик. Видите, какой красивый. На ножках такие ножки у нее, у него. В таком египетском стиле. Дельфинчики, инкрустация. Очень красивый. Такой столик высокий. 1950 и 895 долларов стоит. Тут есть тебе и лампы из 70-х. Как бы это человек-паук, что ли, или супермен. И вот это вот мид-сенчери. Эти лампы-карусель. С лошадками. Цены высокие. Почти полторы тысячи. Да. Здесь, конечно, выбор. Дорого, но очень красивые лампы. Как музейные. Музейного качества. Посмотрите, какие стрекозы. Какая workmanship. Как красиво сделаны. Боже. Все мозаика выложена. И стрекозами бронзовыми. Какая красота. 19 тысяч долларов стоит. Вот такая. А это 1795 арт-новая лампа. Очень красивый. Как в музей попал. А это, смотрите, с котиком тоже хорошенький. Котик-тюльпанчик. Боже. На любой вкус. И на любой кошелек лампы. Ну, в принципе, лампы-то они дорогие. Вот. Тоже интересные. Да, от лампы было сложно оторваться. Перешла я назад к посуде. Так, что у нас еще здесь интересненько есть. Куклы. Ну, вот эти вот куклы, они уже, видите, подороже будут. Они закрыты в таком шкафу стеклян. Вот это вот, например, кукла. Видно, что она относится к 1920 году. Где-то к 20-м годам прошлого века. Судя по платью. Так, а вот смотрите, мишки какие интересные тоже. Такие мишки, а мордочки у них деревянные. Смотрите, на таком старинном велосипедике сидит. Четырехколесном. Вот какой мишка хорошенький. Мордочки вырезаны из дерева полированного. Да, вон какая кукла. Ну, это совсем годы 30-е, наверное. На фотографии того же времени с такими куклами. В старинной коляске сидит. Вот это, наверное, к 60-м. Это к 70-м куколка относится. У меня такая была. Ее звали Зуя, как сейчас помню. Еще интересный дисплей со старинными сумочками. Это бисерные сумочки. Вот в театр с такими ходили. Посмотрите, какие симпатичные. Есть сумочки такие, как браслет на руку одевались. И сам шкаф какой красивый. А здесь шляпки. Шляпки мне тоже очень винтажные нравятся. Сумочка еще одна бисерная. Каких только нет сумочек. Ну, опять же, Барби вездесущие. Везде. Очень красиво. Шляпки такие. Жалко, что сейчас шляпки не носят так элегантно. Надела шляпку, пошла. Такое разнообразие, такая фантазия в этих шляпках. Из чего только нет. И с перьями, и с цветами, и с кружевом. С чем только нет шляпок. Так, ну, что у нас здесь? Опять бежутерия, сумочки, часы. Но ведь уже более такие сумки современные. Фарфор. Непон. Лазочка. 430, что так и дорогая. Еще бежутерия. Бежутерия сейчас тоже мало кто носит, да? В наше время не так много. Все такое более casual. Такое, ну, как бы неофициальное. Поэтому особенно некуда даже бежутерию-то носить. Или какие-то украшения. Так, ну, здесь уже попроще пошло. Боже мой, сколько всевозможных безделушек производится и покупается. Просто невероятное количество. Здесь всякие тоже нитнекс. Маленькие статуеточки. Какие-то вазочки какие-то. И чашки, и чайнички. В общем, всего понемножку. А здесь интересный дисплей. Тоже большое количество. Посмотрите. Всевозможных старинных флаконов для духов и от духов. И также, видите, винтажные духи. Некоторые даже неиспользованные. Некоторые наполовину использованные. Но многие ценятся, особенно когда первый год производства, первая партия. Такие духи вот собирают. Они ценятся коллекционерами. Но кто их коллекционирует? Посмотрите, какое здесь разнообразие и богатство. Вот это вот миниатюрные. Ну, вот эти вот миниатюрные как бы пробники. Они по 3 доллара. Это, конечно, не стоит ничего. Не представляет собой ценности. Вот очень красивые. Мне нравятся коробочки для всяких там ювелирных украшений. Складывать или там еще какие-то мелочи складывать. Сумки старинные. Это 18 долларов. Красиво мне нравится тоже для пудры. Знаете, вот эти пудреницы. Все такое изящное. Раньше было специальные такие как бы емкости были. Красивые вазочки для пудры. Ой, какая девушка странная. Чего только нет. Представляете? Такие духи красивые в наборах. Так, что у нас еще? Конечно, тут такое разнообразие, что сложно даже сосредоточиться. Нет. Просто вот гуляю. Пока что ничего такого специального не еще. Потому что, ну, если только вдруг увижу что-то, что мне понравится. А так вот просто гуляю. И просто мне даже нравится просто вот все рассматривать. Без всякой цели. Это голландские фарфоровые. Все возможные статуэточки. Ну, здесь такие ник-нексы, опять же, такие мелкие какие-то статуэтки, маленькие вазочки, рюмочки. Все, всевозможное разнообразие тут. Вот очень красивый набор чайный. Всего разного, всякого разного много. Опять же, при духов, емкости, бутылочки, хрустальные. А это что? Это палех русский. Русская шкатулочка. Так, что тут написано? Винтажная русская шкатулка. Видите, там позади тоже тройка. Так, что у нас тут еще интересненького? Шутерий много. Будет интересная подвеска. Много-много. Сумочки интересные вышиты. Посмотрите, какие красивые. Жаль, некуда все это носить. Много-много. Продолжение следует...